Здравствуйте! Вы знаете, я вот об отношении к россиянам за границами нашей любимой родины могу судить не лично, я там редкий гость за границей, а по кинопроизведениям. Ну, современное кино вы тоже смотрите наверняка, поэтому мне пересказывать его не хочется. Я хочу поговорить про фильмы старые, фильмы с самого разгара Холодной войны. Это вот когда Хрущев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, стучал, значит, ботинком по, значит, кафедре своей. Это, кстати, фотомонтаж, это он просто кулачком грозит. Вот фотографии, где он стучит ботинками, я не видел. Но лично слышал, как он говорил, мы вам покажем Куськину мать, мы вас зароем, и все такое прочее. Берлинский кризис, вот-вот начнется война, блокады Берлина, воздушный мост, чтобы кормить Берлин. И вот, как интересно, в то время выглядели русские в американском и вообще западном кино. Вот первое кино, которое вот мне приходит в голову по времени, оно первое, это 1960 год, франко-итальянский фильм «Аустерлиц». Естественно, главный герой там Наполеон, он на фотографии слева, справа один из его маршалов, его играет Жан Море, любимец моего детства, да, небольшая роль у него в этом фильме. Так вот, в этом фильме «Аустерлиц», помните, под «Аустерлицем» столкнулся Наполеон с армией Австрии и с российскими частями. Вот он, актер, игравший Кутузова. Так вот, в этом фильме разительным контрастом к австрийцам являют русские. Кутузов, его офицеры, его генералы, князь Багратион вместе с ними. Это вот такие крайне умные, положительные, вот, дальновидные люди, да, вот. Вот такой вот отношений. Так вот нарисованы русские в этом фильме. Следующий фильм, это уже 1963 года, и фильм американский, чисто американский фильм «55 дней в Пекине». Это о событиях начала 20 века, когда во время восстания боксеров в Пекине, в посольском квартале, оказались блокированы на иностранные дипломаты и китайские христиане. И вот на фоне этих событий развивается история этого фильма. В центре три главных персонажа. Слева это американский майор, справа это британский посол, а в центре русская баронесса Наталья Иванова. Фамилия подобрана как нельзя лучше для русской баронессы. Вот три главных героя, все положительные. И баронесса положительная, она погибла вот ради общего дела, да, от раны. Вот, видите, вот такое вот отношение к русским. В конце говорят всякие правильные слова о том, что мы когда-нибудь должны вот все снова вместе объединиться. Это 63-й год, разгар войны. 66-й год. Это уже французский... Нет, он не французский фильм. Это о событиях во Франции, но фильм формально считается американский. Его даже на два Оскара выдвинули. Называется он «Горит ли Париж?» Эту фразу по телефону Гитлер спрашивал у своего коменданта Парижа. Париж так и не сгорел. Это о восстании французского сопротивления в Париже в 44-м году. Россия вообще к нему не имеет никакого отношения, Советский Союз. Но, тем не менее, там регулярно поминается Россия. Вот немцы разрушили много городов в России, но такого большого, красивого города, как Париж, конечно, вот им еще не доводилось разрушать. Вот, помянули, да, очень положительно помянули Россию. А вот теперь, как контраст, еще один фильм, фильм 70-го года. Бондарчук снимал. Это тот самый, что создал фильм «Война и мир». А этот фильм «Ватерлоо». Американский фильм. Наполеон справа, слева один из его маршалов. Начинается фильм с капитуации Наполеона в Париже в 14-м году. И не слил ни одного упоминания русских, хотя русские войска тоже вошли тогда в Париж, да. Кстати говоря, вот есть в Париже место такое, кабаре Молен Руж. Пойдете туда смотреть на голых танцовщиц, вот вспомните мою историю. Во время взятия Парижа в 14-м году на Марматре была мельница. Его хозяин как-то очень шибко, сильно защищал свою мельницу и кого-то из наших убил. Может быть, не совсем наши, а гордые сыны степей. Так они его убили, разрубили на части и прикрепили вот к лопастям мельницы. А с тех пор появилась вот эта самая красная мельница. Молен Руж, мельница красная. Желаю вам удачи, всех вам благ.